Друзья, всем привет! Жука и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. В очередной раз установили какой-то просто рекорд по статистике к предыдущему видео. Спасибо вам за это огромное. Я ни на что не намекаю, но такими темпами мы дойдем до 1000 лайков каждому видео. Это будет вообще мега. Ночью мы увидели ожидаемое движение по эфиру именно в ту зону, которую мы ожидали. Да что я рассказываю вставочкой с предыдущего выпуска. Пока что среднесрочная цель по активу, которую я рассматриваю, это уровень 125 долларов. Также, если взять больше диапазон по эфиру, абсолютно отчетливо виден уровень 120-130 долларов. Соответственно, эту цель мы с вами должны по эфиру будем увидеть в средний срок. Вероятно, даже, может быть, и в краткосрок. Ха! Угадал, брат! На, возьми его конфету, нифигово! И это движение мы с вами увидели. Единственное место консолидации. Мы с вами увидели довольно интересную реакцию рынка. Но сейчас об этом расскажу. Здесь не все так просто. Хотел бы обратить ваше внимание, что на уровне 126 долларов буквально одним ордером актив был выкуплен. И был выкуплен плюс-минус тот же уровень, на котором торговался. Причем здесь я хотел бы обратить внимание на слово торговался. Сейчас он вышел у нас во флет, и на самом деле торги у нас довольно вялые. Если рассматривать совсем мелкие таймфреймы, видно, что актив торгуют неохотно. И никакой эйфории по поводу того, что сейчас у нас пойдет дальше рост, нету. Но учитывая такую агрессивную работу ботов, да и в принципе то, что по бирже, на которой я торгую, ссылку на нее вы можете найти в описании, все эти спекуляции хорошо видны. Совсем краткосрочно нас с вами еще могут немножечко подтянуть вверх. Но среднесрочное движение определенно, ну, по крайней мере для меня определенно, у нас будет продолжаться нисходящее. В моем видении, насколько могут протащить эфир, это уровень 142-146 долларов. Думаю, на таких объемах пробить данное сопротивление будет крайне проблематично. Ну, я лично думаю, что вообще нереально. И мы от этих уровней будем с вами наблюдать продолжение нисходящего движения. И если рассмотреть 4-х часовые фракталы, то в принципе абсолютно видно, что опять нас должны будут двинуть в уровень 118-125 долларов. И вот уже на этих уровнях я жду консолидации. Если честно, не совсем понимаю, зачем роботам дали задачу откупать уровень 125 долларов в момент. Возможно, здесь есть тема краткосрочно заработать какому-то крупному игроку. Но только, наверное, крупному игроку понятны эти движения. Мы с вами рассматриваем все-таки больше среднесрочную ситуацию. Поэтому по эфирам краткосрочно нас либо польют уже с этих отметок, либо чуть-чуть совсем поднимут и польют. Среднесрочно рассматриваем откат в уровень 120-125 долларов с последующей консолидацией. Друзья, ну прежде чем мы с вами перейдем к разбору по биткоину, хотел бы рассказать вам о действительно неплохой телеграм-группе, посвященной криптовалютному трейдингу Криптокорона. Действительно, канал Криптокороны бесплатно помогает тысячам людей в принятии их торговых решений. Прогнозы, рекомендации, достойная аналитика. В закрепе канала всегда есть статистика торговых сигналов за предыдущий месяц. Эта статистика радует глаз. Данный канал открытый, вся информация и вступление бесплатно. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к действительно достойному каналу, посвященному торговле криптовалютами. Что касается биткоина, мы с вами наблюдали такой же пролив. Уровень 3700 долларов выступил неплохой поддержкой. На нем, опять же, спекулянт откупил нехилую часть актива и вернул нас в рамки локального канала. Да, есть такой уровень 3750, но все же рассматривая среднесрочное и наиболее мощное сопротивление, это все же уровень 3600 долларов. И в этот уровень в рамках медвежьего сетапа в среднесрочной ситуации я ожидаю актив. Тут нас очень навряд ли протянут в уровень 4000 долларов. Вероятнее всего, если у нас будет какой-то локальный рост, он ограничится уровнем 3900-3950 плюс-минус. Поэтому на данной ситуации я вижу ее в таком ключе. Соответственно, кого интересуют точки входа по биткоину, пока что хороших точек входа по биткоину, да и по альтам я не вижу. Более-менее нормальная точка выхода по биткоину, ну это где-то 3900. Я, по крайней мере, рассматриваю такой уровень, но уровень локальный. Если вы, в принципе, не выходили на уровне 4.4.100, мне кажется, сейчас можно и похолдить. Потому что сейчас начинается движуха для простого обывателя. Это и телефоны с криптокошельками, и по новостям начали говорить про криптовалюту, и про законопроекты. И вопрос, сколько продлится эта фаза накопления, это действительно вопрос. Потому что все-таки надо будет рассматривать из нее выход. А выход должен быть на каких-то хороших новостях. И вот этот момент действительно нужно мониторить, потому что как только у нас появятся какие-то хорошие новости... Ну, у меня такое ощущение складывается, что масса сейчас готовит к этим хорошим новостям, чтобы они начали резко все вливаться. Плюс также ситуация по хардворку эфириуму. Действительно, новостей довольно мало. И как отреагирует сообщество на этот хардворк, не совсем понятно. Потому что есть как много плюсов, так и много минусов. С одной стороны, людям, которые занимаются торговлей, это на руку. С другой стороны, майнерам как бы и профитность меньше с добычей эфира. Ну и как бы есть резон перейти на другие алгоритмы. Поэтому такие вещи мы уже будем с вами смотреть в моменте. Как обычно, если был полезен, поддерживайте видео лайками, оставляйте свои комментарии. Только там особо сильно не ссорьтесь. Ну и если вы подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok